Привет! Смотрите, как могу. Берем Xiaomi 13 Pro, кладем, и у нас пошла беспроводная зарядка, причем быстрая. Берем также Pixel 7, кладем, и вуаля, зарядка тоже идет. И, наконец, iPhone 14 Pro я кладу рядышком, и тоже зарядка. Три устройства одновременно. И что же это за штука? Неужели мы смогли найти рабочий прототип AirPower? Нет, конечно, но это, по крайней мере для меня, идеальная зарядка. Кто о чем, а я до сих пор про мониторы, либо про зарядки. Конечно, были мечты получить AirPower, потому что выглядит зарядка хорошо, красивые анимации, все это представили помпезно. Ну, действительно, хорошая идея, да к тому же они еще и часы заряжали. Но мечтам не суждено было сбыться. После этого я попробовал кучу зарядок. В основном мне понравилась вот такая Zens Liberty, мы про нее рассказывали. Принцип работы примерно такой же. Также много катушек внутри, можно заряжать одновременно несколько устройств. При этом можно и часы Apple Watch, правда, вот так вот. Колхозно. Сама зарядка массивная, большая, но красивая. Хотя есть проблемы. Во-первых, поддержка малой скорости. Во-вторых, эта зарядка шумит. Здесь есть активное охлаждение. И такую на тумбочку рядом с кроватью ставить не будешь точно. Так себе история. Были и быстрые, и беспроводные зарядные устройства. 120 ватт от тех же Xiaomi. Но что ее заряжать? Да и опять же, шумит. Или вот такая зарядка. Катушка сама подъезжает в нужную область. Забавно, но тоже глупо. Об этих двух станциях на нашем канале Паша рассказывал. Если что, можете глянуть. Обзор сам по себе интересный. И вот, наконец, спустя несколько лет нам все-таки дают AirPower. Кто? Ну, конечно же, Xiaomi. Но здесь есть вопросики. Сколько устройств одновременно? Это мы поняли. Три. Но можно ли больше? Есть ли нагрев? Есть ли активное охлаждение? Шумит ли эта зарядка? Какая скорость? И самое главное, топ ли за свои деньги? Давайте распакуем. Комплект будет побогаче, чем у iPhone. На самом деле, достаточно увесистая коробка. Сверху у нас уже лежит зарядка. Мы сейчас ее обсудим. Ниже инструкция, как ею пользоваться. Еще ниже кабель Type-C на USB-A. И, конечно, вопросик Xiaomi. Мы какую же третью зарядку на канале снимаем? Дайте уже зарядник с Type-C. Вот это уже ни в какие ворота. Но, с другой стороны, поставил куда-нибудь под стол и забыл про это. И, наконец, вот такой 120-ваттный зарядник. Конечно, сам зарядник под китайскую розетку, потому что нигде, кроме Китая, не продается подобное зарядное устройство. Ни в России, ни в Европах. Но для этого дела у нас есть переходник и чудесный стол. Мы делаем вот так. Вставляем зарядочку. Вставляем в зарядочку. И задвигаем стол. Про саму зарядку что можно сказать? Алюминиевая рама, приятная, всегда охладит руку. Внизу резиновая вставка, чтобы зарядка не ерзала по столу, держится отлично. Сверху нечто похожее на soft-touch, но на ощупь еще и кожа, как будто бы. Да и на вид тоже только белая. Да, она отлично собирает пыль, но, тем не менее, мне очень нравится, как сделали. К тому же тоненькая. Хотя не всем нравятся люди на Али, например, вот такое пишут. Сейчас я вам покажу. Отвратительная вещь. Сломалась уже через два месяца. Понадобился новый провод, потом больше. Стала глючить зарядка и перегревать телефон. Просыпаешься, телефон горячий, аккумулятор на новом аппарате потерял 12% от своей полной емкости. Из-за этого перегрева. Я говорю об iPhone 12 Pro Max. Жена стала пользоваться только проводом. Два телефона, когда кладешь, нет уверенности, что они будут заряжены утром. Полное разочарование. Покупать не советую. Одни проблемы с этой зарядкой. И еще по всему этому коврику ловишь, где будет заряжать. Сплошной обман и реклама. Товар отвратительный. Не советую. Ну что ж, с таким сложно спорить. Тем не менее, мне почему-то все понравилось. Кстати, сама зарядка продается только в белом цвете. Не помешал бы и черный вариант. И спрашивается, зачем в комплекте блок на 120 ватт. Она что, быстрая? Три устройства, быстро. Об этом мы узнаем после интеграции. Знаете ли вы, что в этом году нашему каналу аж 12 лет исполняется? Большой, сложный путь. Но все не зря. Мы один из самых крупных IT-каналов на российском YouTube. Мы при этом и СМИ по цитируемости входим в двадцатку среди IT-СМИ. А картинка, как мы выросли за столько лет, можете сравнить последние обзоры с самыми первыми. Но эта интеграция не про нас, а о Мегафоне. Потому что Мегафон тоже во многом первый. Именно Мегафон уже много лет подряд первый среди отечественных операторов по скорости мобильного интернета. Именно Мегафон первый по сотовому покрытию в России. Именно Мегафон первым запустил федеральные сети во ЛТЕ и во Wi-Fi. Перечислять можно бесконечно. И Мегафон уже многого добился. Но на достигнутом компания останавливаться точно не будет. Но компания не собирается расслабляться. Именно такое послание лежит в основе новой промо-компании Мегафона, приуроченной к своему 30-летию. Да, Мегафон работает с 1993 года. И, конечно, все это время постоянно совершенствуется. Смотрим дальше. Дизайн мы частично уже обсудили. Осталось лишь добавить, что сзади порт Type-C для подключения кабеля. Все очень тоненькое. Спереди зелененький диод. Когда кладешь на зарядку любое устройство, он оповещает, что зарядка идет. Вот, пожалуйста, можете наблюдать. Я, конечно же, не буду разбирать все это. Но самое интересное, в том числе и по части дизайна, находится как раз внутри этой зарядки. Там целых 19 катушек. В AirPower их было 22. И вот тут мы вспоминаем, как все это работало. Кладешь свой iPhone X куда хочешь. Потом наушники. Еще и часы. И все. Красивые анимации. Процессор внутри катушки грамотно распределяет мощность. А вы помните, почему отменили AirPower? Официально причины как таковой нет. Сказали, что продукт по качеству не соответствует требованиям Купертино. Инсайдеры говорили, что эта штука влияет на кардиостимуляторы. Кто-то говорил, что цена слишком большая. Об этом мы еще поговорим. А мне вот кажется, что все-таки основная проблема, это зарядка Apple Watch. На картинке же они заряжаются. Но в AirPower не было никакой выемки. Вот скажите мне, хоть одни Apple Watch заряжаются от плоской зарядки, от любой? Нет. Нужна специальная зарядка. Даже если сюда мы положим, прижмем, не будут часы заряжаться. Так как они заряжались в AirPower 5 лет назад? Наверняка было много мощности. И все это сосредоточение катушек внутри как раз и давало возможность заряжать Apple Watch. Но, видимо, не продумали. Все перегревалось. Что сделали Xiaomi? Они посмотрели на AirPower. Разработка вот этого чуда началась как раз где-то в 2019 году, когда AirPower и отменяли. В 2021 году все это дело представили. В 2022 году все это вышло в продажу. И в 2023 доехало до меня. Но у Xiaomi нет Apple Watch. Поэтому проблема не такая большая. Во-вторых, их новые часы имеют достаточно плоский корпус. Поэтому они спокойно заряжаются от этой зарядки. Они, конечно, сели в хлам. О, вот, включаются. Пожалуйста, все заряжается. А в остальном китайцы попросту посмотрели на концепцию AirPower. Сказали, хорошая идея. Сделаем так же. Поставили процессор, который распределяет мощность. Много катушек. Вот на примере как раз Zens Liberty можно посмотреть, как все устроено. Здесь примерно то же самое, только катушки потоньше. Не такие заполненные. И их больше в сумме. Но Xiaomi нужно отдать должное. Потому что они решили две основных проблемы. Первое, это пассивное охлаждение. Здесь нет вентиляторов, а поэтому ничего шуметь не будет. А значит, грамотное распределение зарядки. Как это работает? Ты кладешь телефон. Все катушки в этот момент напрягаются. Передает заряд. Видит, в каком месте больше всего потребления. И перебрасывает всю мощность в эту часть. Второй момент. Мы кладем второй телефон. И он тоже начинает заряжаться. И наконец я могу положить наушники. И они начинают заряжаться. Я могу даже положить третий телефон. И он по идее тоже будет заряжаться. Да, пожалуйста. Можно заряжать одновременно три устройства. Все зарядки до этого предлагали на одной площадке максимум два. Из-за того, что мощности много. Все это безусловно нагревается. Вряд ли здесь стоит какой-то днищенский процессор. Наверняка что-то прям неплохое внутри. Что должно рассчитывать грамотно. Где что заряжается. Звучит все просто. Но поверьте, алгоритм явно непростой. Иначе бы такие зарядки делали все подряд. А пока что сделала там одна компания условно. А поэтому и процессор внутри. Либо какой-то контроллер. Точно не днищенский. Нагревается ли такая зарядка? Безусловно. Потому что я открою вам секрет. Любая беспроводная зарядка убивает аккумулятор быстрее, чем зарядка по кабелю. Поэтому здесь либо комфорт, либо долговечность. И, конечно, она будет горячей. Особенно, если положить три телефона. И телефоны тоже будут, ну, конечно, не кипеть, но теплыми. Так что, если хочешь 100% аккумулятора через год или 99, заряжай только по кабелю. Насколько все точно работает? Когда два телефона вообще точно, как хочешь, клади. Ну вот, они заряжаются без проблем. Поменяем пиксель на нафиг. Вот это бросаю. Че, не увидел? Нет, увидел. Нужно несколько секунд только подождать. Вот пацаны, когда снимали в студию, ездили в зарядку, сказали, что у них не всегда четко определялось. Но, опять же, когда три телефона, когда вот три больших толстых телефона, да, возможно, нужно подвигать, чтобы один из них был виден. Но люди, скорее всего, будут заряжать там максимум два телефона и наушники, или часы. И в этом плане все будет окей. Окей, что тогда по мощности? Вот смотрите, если мы кладем одно устройство, оно получает 20 ватт по беспроводу. В принципе, неплохо. Сколько тогда будет, если мы положим два устройства? Нет, неправильно. Тоже 20 ватт на каждое? Хорошо. А что, если мы положим третье устройство? Нет, снова не угадали. Все равно 20 ватт на каждое. То есть, всего в сумме 60 ватт. Много это или мало? Я считаю, для беспровода вообще немало. Потому что MaxSafe с iPhone, с тем же 14, выдает 15 ватт. И только с оригинальным. Если вы кладете на любую стороннюю зарядку максимум 7,5 ватт. То же самое с Pixel 7. Через родной стенд будет 20 ватт. Через все остальные максимум 12. Ну, а что касается других телефонов, они будут получать как раз вот эти 20 ватт. Это достаточно быстрая зарядка. В принципе, когда мы кладем Xiaomi телефон, он понимает, что это быстрая зарядка и показывает. Вот, быстренькая, хорошо. А зачем тогда блок на 120 ватт? Ну, КПД у нынешних беспроводных зарядок пока не сильно высок. Именно поэтому для получения 60 ватт по воздуху надо дать больше ватт по проводу. Передача энергии менее эффективна, так как это связано с потерями, которые возникают в процессе преобразования электромагнитной энергии в электрическую и передачи ее устройства. Логика, я думаю, понятна. Но могли ли Xiaomi сделать больше, потому что технически это возможно? Я думаю, да. Но они ограничились 20 ваттами, чтобы ничего не перегревалось и чтобы не добавлять вентиляторы. Сколько такая зарядка стоит? В Китае 600 юаней. На Али ценник от 5 с небольшим тысяч до 10 тысяч рублей. Я заказывал где-то там за 5700 рублей. Но нужно определенно читать отзывы и выбирать продавца, потому что были случаи, когда клали бэушные зарядки, и ты уже потом ничего не докажешь. Лучше немного переплатить. И сколько это получается в баксах? Наверное, 90 где-то. Представьте, сколько бы тогда стоило AirPower еще 5 лет назад с такими технологиями. Если 90 баксов, это Xiaomi, а Apple, ну я думаю, баксов 400 бы запросили. И, наконец, на кой такая зарядка нужна? Да ответ простой. Если у вас 3 устройства, как минимум 2 телефона, наушники или двое наушников, или если вы живете не один, тоже удобно вместе с женой положить до телефона. Кто-нибудь из вас положил наушнички, а с утра все получили уже заряжено. По скорости зарядки у меня претензий нет никаких. Достаточно быстро на Android-телефонах тем более очень все комфортно, ничего не будет шуметь. А из минусов, по сути, только, ну, есть перегрев, но он есть во всех подобных устройствах и беспроводных зарядках. В этом нет ничего страшного. Стоит ли такая штука своих денег? Безусловно. Я собираюсь таких и дома поставить, несколько и в офисе, потому что, ну, мне действительно понравилось. И вот теперь это самая настоящая AirPower. Не зря мы ждали целых 5 лет. Да, единственное, о чем нужно сказать, если у вас в доме живет кто-то, кто использует кардиостимулятор, я не думаю, что подобную вещицу стоит покупать. Это может повлиять на работу. Учтите. Такая история. Субтитры сделал DimaTorzok